Привет, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о такой платке, как ортиплексор-зимульфлиплексор на 16 каналов, основанной на микросхеме 74HC4067. Вот такой модуль. Стоит он в районе доллара. Имеет 16 двунаправленных пинов, то есть могут быть входами и выходами. Значит, питание и земля, при этом питание от 2 до 10 вольт, то есть и 5,3-3 вольта, возможно. Pin Enable. Если на нем логический 0, то вся эта система включена. Если сопадать логическую единицу, то на всех этих 16 ногах будет высокий импенденс, и, соответственно, плата не будет подключена никаким нагрузкам. S0, S1, S2, S3 – это ноги, с помощью которых мы выбираем, какой именно канал, то есть биты младшие, это 0, 1, 2, 3 бит, то есть вариантов от 0 до 15. И нога SIG – это, соответственно, сигнал, либо входной, либо выходной. При коммутации конкретной ноги мы получаем, если мы сюда попадаем какое-то значение, то она появляется на соответствующей ноге. Или наоборот, мы можем считать эту ногу, да, на самом деле происходит чтение конкретного значения. Значит, плата может работать как с цифровым сценарем, так и с аналоговым. Время переключения по даташиту на нее достаточно небольшое, то есть при 4,5 вольтах типичная 1,67 нс, максимальная 139 нс. Надо отдавать свой отчет, что Arduino 167 Гц длительность одного такта порядка 68,5 нс. То есть время переключения весьма мало. Вольтаж, видите, от 2 до 10, типичный 5. Поэтому, в принципе, на 3,3 вольта тоже все замечательно будет работать. Ну, никаких библиотек, понятное дело, нет. Все программировано очень просто. Давайте посмотрим, как все это происходит. Значит, вот у меня собран стенд небольшой. Схема примерно такая. Значит, это вот эта плата. У меня есть светодиодная сборка на 10 светодиодов. Ну, на самом деле, вы можете заменить 8 светодиодами обычными, если вы его используете в точности этот скетч, ну, и меньшим количеством всего нужно. Потом идет, ну, вот у меня резисторная сборка. Соответственно, она заменяет просто 8 резисторов. Ну, здесь у нас хима 220 килоомм. У меня, ну, у меня 1 килооммная сборка стоит. Вот. Питание 5 вольт, земля. На pin enable он соединен со второй ногой Arduino. S0 с 3, S1 с 4, S2 с 5, S3 с 6. И сигнал на 7-го приходит. Вот. Этот скетч у нас выглядит следующим образом. То есть, константы указаны, что куда приходит. В сетапе я отключаю модуль, подавая на ногу enable высокий уровень. Объявляю ноги все как output. В цикле использую вызов процедуры next frame и draw frame. Значит, draw frame рисует frame. То есть, здесь используется динамическая индикация. То есть, дилей здесь невозможно. Вот. Вместо этого в цикле постоянно обновляется изображение. Переключаясь на канал с 0 до 7. И, соответственно, давая информацию соответствующему светодиоду, должен ли он гореть или нет. Вот. Задержка сделана. Каждого кадра 100 миллисекунд. Указана как константа. Вот. Соответственно, цикл, который реализует каждые 100 миллисекунд рисование одного фрейма. То есть, подряд рисует каждые 8 его, соответственно, вариантов. А next frame, оно формирует следующий кадр. Давайте посмотрим, как это выглядит. Значит, сейчас этот скетч солит. Вот. Значит, первое, что мы можем увидеть, что светится довольно тускло. Вот я вам беру сейчас свет. На самом деле, поверьте, это действительно тускло. Несмотря на то, что, конечно, до килоомна резистора это много. Но все равно тускловато. То есть, что можно сказать, что для динамической индикации это не годится, варианты? Да нет, годится. Да, давайте посмотрим, как вывод, собственно, сделаем. Вот у нас процедура OUT, у которой передается PIN, с которым нужно скоммутироваться. И данные 0 или 1, то есть, которые на PIN должны быть поданы. Значит, вот сейчас у нас код вот этот. Подаем на Enable высокий уровень, чтобы в момент, пока мы будем переключаться по одному биту, у нас не было побочных эффектов в виде неправильно зажженных светодиодов. На S0 подаем младший бит от PIN, на S1, значит, первый бит, второй, третий, на S2, S3, соответственно. На сигнальную ногу подаем DATA, и потом мы, соответственно, включаем коммутацию, подавая 0 на Enable ногу. Ну, и, собственно, все. И это все у нас, ну, вот, в 100 миллисекунд, соответственно, будет коротиться каждый кадр. Почему кадры сделаны в виде буфера? Я баловал с PWM, и поэтому мне нужны были значения не 0,1, к которым битовое бы совершенно поле подошло, а PWM, но вот именно из-за того, что вы видите, что и так все тускло, а с PWM там совсем засветки были очень большие, то есть неприемлемо таким образом. Вот. А как же можно улучшить результат? Ну, так, давайте раскомментариваем вот эту строчку и зальем скетч еще раз. На самом деле, ну, на камеру плохо видно, но стало все намного ярче и четче. Значит, что я сделал? Поскольку все ноги у меня относятся к одному порту, дело в том, что пины на ордыне относятся к трем портам, то есть с 0 до 7 ткд, с 8 до 13 ткб, по-моему, и А0 на 7, соответственно, к ц, что ли, я не помню, но не суть. В общем, это порт D, если мы не переходим границу старше седьмого пина. Вот. И мы можем использовать тот факт, что, управляя напрямую портом, мы можем вывести сразу нужное нам количество пинов в нужное состояние, то есть с одним махом. Таким образом, мы... Этот код заметно выполняется быстрее, чем DigitalWrite. Вот. Соответственно, вот, если мы на процедуру OUT посмотрим, то здесь есть кусок, который будет сейчас работать. Точнее, работает сейчас. Который обрамлен макросами UDFASPIN. Точнее, директивами. Что мы делаем? Мы порт D читаем, значит, сбрасываем в нули все биты, соответственно за все пины, которые мы используем. Enable, S0, S1, S2, S3, сигнал. Записываем. А, нет, даже не записываем обратно. Для того, чтобы нам не нужно управлять Enable пином, в данном случае, к тому, как у нас не будет состояния, когда не полностью адрес выбран. Вот. То есть мы одним мгновением, как бы, получаем нужный адрес, поэтому мы не используем код, типа вот DigitalWrite, PINEnable, HIGH, и в конце DigitalWrite, PINEnable, LOW. То есть мы сбрасываем все в нули, потом мы формируем единицы там, где нужно для выбора нужного адреса, и если дата у нас тоже, как бы, отлично от нуля, то единицы мы в нее. И потом мы порт D просто указываем это новое значение. Вот. И сразу получаем там нужный результат. Вот. Как видите, это все работает намного веселее. Все замечательно. Давайте осложним немножко задачу. Значит. Перейдем к схеме 2. Добавим две кнопки. Десяти километровыми резисторами они уходят на землю одним концом, а на второй конец к ним приходит 5 вольт. И с того конца, куда идет резистор к земле, мы снимаем с них сигнал. То есть в данном случае это будет C13 и C14. Вот. Сейчас эта схема уже собрана. Я просто скетч ее не использовал, поэтому давайте посмотрим, как использовать этот пин, как и для выхода, и для входа. Одновременно. Значит. Переходим к второму варианту скетча. Здесь он уже будет посложнее. Добавляем еще две константы, куда кнопки приходят. Первая кнопка 13, 2, 14. Вот. Убираем, комментируем строчку, которая объявляет сигнальную ногу как выход, потому что это будет переключаемая вещь. Проводка работа такова, что мы считываем первую кнопку, если она нажата, то первые четыре светодиодных блока будут сожжены. Если нет, то они будут погрешены. И вторая кнопка управляет вторыми, четырьмя блоками, то есть от пятого до восьмого. И мы будем, увидим, как все это работает. Первое, с чем пришлось столкнуться. Значит, если мы не используем фастпинг, вот, вариант мы пишем digital write, мы читаем, digital read, да, то все, в общем-то, замечательно, кроме того, что, как мы уже видели, довольно бледное, в общем-то, изображение. Но если мы начинаем использовать фастпинг и читаем кнопку, кнопки также с помощью прямого чтения регистра порта того же D, потому что сигнал, сигнального у нас не поменялось, то, ну, давайте я вам покажу, собственно говоря. Так. Итак, если используется digital read, то все хорошо, но если мы будем использовать чтение из PIN-D, это регистр, отвечающий за порт D, за чтение именно информации, то у нас будет достаточно занятный косяк. Так, давайте, что тут надо закомментарить. Сейчас, вот, у нас метод залежки есть, который я подбирал методическим путем, я их сейчас закомментаривал. Остается только прямое чтение бита нужного. так, сейчас у нас PIN-D, да, PIN-D, все, заливаем это дело, смотрим, что у нас получилось. так, есть. Сейчас все выключено, потому что никакая кнопка не нажата. Нажимаю левую кнопку и вместо того, чтобы загорелся первый блок, горит второй. Нажимаю правую кнопку, вообще ничего не происходит. Нажимаю оба, горит тоже второй блок, то есть только первый работает. как видите, работает не так, как должно. Ну, давайте посмотрим, что можно с этим сделать. Значит, предположим, мы читаем с помощью Держистого Лида. Но запись происходит все еще с помощью прямого обращения к портам. левая кнопка нормально, правая кнопка нормально, обе кнопки тоже нормально. Так, прекрасно, да? Да, но я не хочу читать Держистого Лида. Значит, Держистого Лида у нас устроен на самом деле внутри, вот таким образом. То есть, там вызывается две функции, которые на самом деле используют обращение к флэш памяти. Поскольку это медленно, то фактически у нас все работает. Поэтому можно подобрать задержку. Самое смешное, что 2 микросекунды недостаточно, 3 микросекунды начинают работать как надо. так, демонстрирую. Левая кнопка, правая кнопка, обе кнопки. Замечательно, да? Но это как-то странно. Я решил подобрать задержку с помощью пустых операций НОП. Ассемблерная команда, которая выполняется один такт. И получилось, что если не используется ПУЛАП, то нужно 4, 6, 8, 9 НОПов, 9 тактов для того, чтобы это все начало работать. Если используется внутренний подтягивающий резистор, то нужно еще 2 такта. Так, левая кнопка, правая кнопка, обе кнопки. Вот, такая странная вещь. Так вот, странность здесь в том, что 9 НОПов по 68,5 это ну, в общем-то 600 нс. То есть, исходя из того, что 625 это максимум, при том, при низких вольтажах, да, то есть, тут вообще 139. Короче, какая-то непонятная история. Вот, но так и есть, как было. Практика характеристов. Если использовать ПУЛАП резистор, то, как бы, и 9 НОПов будет недостаточно, но будет работать с 11. Как, значит, теперь это устроено прямое обращение к портам? Что изменилось в предыдущем скетче? Помимо использования порт D для того, чтобы выбрать адрес нужной ноги, приходится еще использовать порт DDRD для того, чтобы сбросить бит в соответствующий пину сигнальному, объявив его входом, а не выходом. А, соответственно, out, когда мы выводим информацию на светодиод, он, этот бит, доставляет единицы, объявляя его out каждый раз. и если используется Define Pull-Up, если мы использовали кнопки не с резисторами на землю, да, которые коммутируют пин с землей двумя проводами, а не тремя, ну, точнее, используя подключение двумя проводами и тремя, то нужно раскомментарить этот Pull-Up и, соответственно, тоже все будет работать. Вот, процедура in функция возвращающая значение, она обрабатывает Pull-Up должным образом, то есть инвертируя логику. Так, ну, и, как видите, в любом случае один и тот же пин может работать и входом, и выходом, замечательно. Ну, а теперь давайте перейдем к варианту, проверим, это все сейчас было цифровое вход-выход, да, проверим аналоговую возможность. Переходим к варианту номер 3, он проще, значит, сигнальную ногу мы соединяем с А0, с аналоговым входом, а на С10, допустим, подаем землю, на С11 5 вольт, а на С12 подаем 3,3 вольта и будем читать А0, переключаясь между тремя этими каналами. я сделаю немножко попроще, я... Так, единственное, что... Позвольте, я отключу все это изобразие отберега. Вот так вот у нас будет... А, не, не туда. Так... 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 Так, это у нас земля. Вот. 5 вольт у нас на кнопку уже приходит и поэтому на С11 она у нас уже есть. Собственно, больше коммутации никакая не понадобится. Так, и перебрасываем седьмой ноги вход на А0. Все, значит, переходим к третьему варианту скетча. В нем используются четыре входа, а пятнадцатый он сейчас висит в воздухе, просто чтобы вы видели, что это не журничество, что действительно с чего-то не происходит. Загружаем такси-квич. Он читает одновременно, ну, подряд четыре ноги, переключаясь на разные каналы и выводит их в сериал-порт сериал-таксист. В0 у нас 0 всегда, В1 это 5 вольт, В2 это 3,3 вольта, и В3 это у нас некий мусор, который на самом деле должен плавать, но вот я могу дотронуться и плавать начнется сильнее. Вот видите. Главное, что нам нужно увидеть, что 0,5 и около 3,3 достаточно стабильно, то есть действительно это аналоговое считывание, которое нормально работает, ну и мусор в том числе тоже собирается. Вот, в принципе, код тоже очень простой. Здесь FastPin используется, конечно же, для выбора нужного канала, но аналог крип я собственно напрямую делать не буду, там совершенно нетривиальная вещь, большого выигрыша я все равно не получил. Я считываю аналог Read&Pin после того, как я переключился на нужный канал, умножая на 5, делю на 1024 10-битное значение. соответственно, в сервисе мы просто печатаем все 4 значения, жду полсекунды. Если я уберу дилей, то данные все равно будут сыпаться как бы сразу, и они все равно будут корректными. Так что, в принципе, действительно скорость переключения при использовании аналога рида, там, диджитал рида и так далее, то есть не нужно никаких дилеев, ожиданий, сам вызов этой процедуры, он достаточно для того, чтобы все стабилизировалось. Вот, как видите, эта штука может позволить меньшим количеством пинов использовать довольно большое количество, ну, либо входов, либо выходов, и опрошивать их по одному, включая вариант, то, что можно использовать код, в котором нога будет и входом, и выходом, как вот я показывал вам с кнопками с индикацией. Для динамической индикации, в принципе, особенно с прямым доступом портов, ну, вполне пригодно, но совсем хорошо прям для опроса каких-нибудь там цифровых источников сигнала, типа там кнопочных полей и прочего, вот, либо для вывода светодиодов. Выигрыш наступает только при использовании не менее четырёх каналов, потому что даже если мы enable посадим на землю постоянно, да, то нам всё равно нужно, значит, сигнальный провод и S0-S1, то есть S2-S3 мы на землю, соответственно, тоже принудительно посадим. То есть только с четырёх ног мы получаем возможность тремя проводами обойти, то есть выиграем одну ногу. Если мы переходим к варианту до восьми, то, соответственно, у нас уже будет четыре минимум использованы на ноги микропроцессора, если мы enable опять же не используем, но зато до восьми входов или выходов мы можем получить. Ну и в случае шестнадцати, то есть мы используем соответственно пять или максимум шесть, ног микропроцессором. Но зато до шестнадцати входов и выходов. И на ESP это тоже должно всё работать, судьба дата-шипа. Ну и не проверял, но, собственно, не вижу никаких препятствий. Вот. Коды скетчей будут под видео, хотя толку у них немного. Ну, надеюсь, как бы информация кому-то была полезна. Всё, до свидания, до новых встреч. Всем всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok